знаменитые ребрышки memphis которые можно есть без всякого соуса а секрет там пряной смеси всем привет гриль мастера я снова с вами и конечно же с новым рецептом сегодня у нас будут свиные ребрышки но необычные это будет рецепт который мы еще не делали свиные ребрышки memphis ну вообще на самом деле надо было назвать свиные ребрышки по мемфиски но она я не могу это выговорить поэтому вы свиные ребрышки memphis вот они обычно ребята никто что эти ребрышки делается вообще без всего только с пряной смесью но пряная смесь очень богатая ее нужно много ну я уверен что он 30 еще понравится тем что пряная смесь замешивается самостоятельно кстати этот рецепт эти ребрышки знаменитый тем что они говорят так что ребрышки memphis можно есть без соуса потому что действительно получается настолько богатый ароматный вкус который дает это самая пряная смесь что ничего больше добавлять не нужно даже дик не нужен это у нас будет классика сегодня мы готовим в режиме лоун слоу то есть нас в основном будет конечно 120 градусов и готовить я буду сегодня на пилетном гриле но сразу говорю этот рецепт совершенно спокойно можно приготовить на угольном гриле например методом змейка два кирпича можно приготовить на угольной коптильне на угольном гриле с корзиной слоун сир конечно же можно приготовить на гриле вебер 5770 с отсекателем и кольцом ну и разумеется можно приготовить на грилях системы команда например на керамическом или кстати могу еще добавить что рецепт очень очень простой минимум операции практически можно отдыхать будет пока не готовится давайте я вам покажу ингредиенты у нас еще один сегодня интересно есть момент интересный нюанс я буду готовить сразу одновременно аж семь с половиной килограммом ребрышек 10 пластин ребята это вот такие вот ребрышки в стиле baby back тоненькие а теперь ингредиенты пряной смеси еще раз напоминаю что здесь самый главный компонент в этом рецепте чтобы получить прямо этот реальный аутентичный вкус это именно пряная смесь давайте покажу что нам потребуется нам нужен будет черный перец молотый можно конечно и свежемолотый использовать на его придется долго крутить мельницу потому что там много его нужно паприка коричневый сахар соль гранулированный чеснок орегано порошок горчицы чили молотый и зира еще нам нужен будет яблочный уксус вот но он на самом деле здесь работает не как ингредиент какой-то применяемый в люди а мы будем его использовать для того чтобы сбрызгивать ребрышки в процессе приготовления чтобы поддерживать их влажность для этого нам нужен вот такой вот удобный пищевой пульверизатор из дополнительного оборудования нам потребуется вот такие вот две подставки для ребрышек кстати это наши фирменные подставки моя гордость но поскольку я сегодня готовлю на пилетном гриле то еще нам нужны будут пилеты это наши российские пилеты дуба сто процентов к разработке которых я собственно приложил усилия если вы готовите например на угольном гриле или на коптильне ну или на гриле команда вам потребуется щипа для копчения кстати либо может быть опять же пилеты для копчения очень хорошо здесь подойдет яблоко ольха дуб опять же на угольных грилях коптильных можно использовать эти же самые пилеты особенно если их завернуть в конфету начинаем приготовление и разумеется начинаем с пряной смеси кстати хотел вот еще заострить ваше внимание на том что я сейчас готовлю 10 ребрышек то есть объем у меня пряной смеси сейчас будет именно рассчитаны на 10 ребрышек то есть если вы будете готовить меньшее количество например там 5 или 3 то уменьшайте количество ингредиентов пряной смеси пропорционально 2 столовых ложки соли 4 столовых ложки сахара коричневого 2 столовых ложки гранулированного чеснока 2 столовых ложки молотого перца но поскольку у нас такой мелкий мелкий я добавлю полторы иначе будет островато а теперь пошла паприка нужно 6 столовых ложек дальше 2 чайных ложки орегано 2 чайных ложки порошка горчицы 1 чайная ложка чили но сразу обращаю внимание что будет так ну слабо прям практически не остро поэтому можно по вкусу там еще добавлять например 2 чайных ложки и 2 чайных ложки молотой зиры теперь смесь замешиваем аккуратно до однородности пряная смесь у нас подготовлена можно заниматься ребрышками а теперь занимаемся ребрами но с ними собственно ничего особенного делать не нужно как всегда достаточно снять мембрану и обрезать там что-то лишнее торчащие теперь удаляем мембрану и сразу по ходу удаляем что-то лишнее вот есть например какой-то лишний жир он не нужен потому что он все равно растопится вытечет но или вот такие вот тоненькие какие-то кусочки где очень тонкое мясо по краям вот такие вот ребрышки получаются готова пленную смесь сразу пересыпаю в шейкер из него просто очень удобно с ней работать только часть и начинаем посыпать ребрышки важный момент ребят это тут вообще фишка как раз я уже еще раз договорю до в пряной смеси вот и поэтому ее не жалеть не нужно но все должно достаточно много должно быть прямо на ребрах мясо практически не видно будет но смотрите во первых задней стороны можно сильно не упираться задней стороны любит во вторых старайтесь сделать так чтобы вам ее хватило на все ребра у меня 10 ребрышек вот надо чтобы хватило теперь делаем то же самое со второй стороны вот но с мясной стороны тут немножко пообильнее вообще на самом деле там суть то в чем рецепт как вот эта пряная смесь она в процессе приготовления образует такую вот прям мощную такую корочку очень вкусную очень ароматную они кстати даже еще в конце когда уже в ребрышки снимают они еще дополнительно посыпает это прямой смесь сверху но можно этого не делать на самом деле вот примерно так чтобы она у нас прям хорошо хорошо была покрыта все все 10 подготовлены теперь ребят смотреть вообще обычно для самого идеального результата их конечно вот под этой пряной смесью хорошо бы убрать в холодильник на нижнюю полку сан 4 чтобы они у нас формировали чтобы они дали сачок и так далее но у нас баскны поскольку сегодня снимаем времени нет поэтому я их оставлю здесь на кухне просто на доске вот так вот на 30-40 минут ну на самом деле даже меньше пока сейчас пока будем гриль разжигать он разжигается где-то минут 15 соответственно там плюс-минус минут 20 не полежать сразу их сложил так чтобы можно было потом взять это вот все 7 с половиной килограмм и отнести на гриль все теперь убираем вот этих с кухни удаляем да однозначно и идем заниматься грилем как я сказал и сегодня готовлю на пеллет нам гриле это у нас джим джи лет прайм с первый ролик с ним сегодня будет вот и сразу так вот 10 ребер сначала загружаем пеллеты метод немножко осталось просто приготовление но сейчас добавим здесь по поводу пеллет я засыпал полный бункер вот но это не обязательно у него емкость 8 килограмм а нам нужно готовить всего четыре часа причем лоун слоу то есть расход у нас будет на примерно где-то 500 грамм час всего поэтому потребуется всего два килограмма ну а теперь включаем гриль пускай нагревается пеллетный гриль нагревается до целевой температуры где-то примерно 15 минут джим джи сначала выходит на температуру 66 градусов вот потом останавливается целевую и он там довольно быстро минуты за три-четыре уже нагревается а готовим мы сегодня я вам сказал в режиме лоун слоу то есть нас температура гриля будет 120 градусов но я разделю приготовление на два этапа на первом этапе мы сначала под коптим ребрышки так основательно вот делать я это буду своего рода в режиме смог буст а на самом деле на слабом жаре то есть я поставлю температуру 80 градусов дело в том что на этой температуре гриль очень очень хорошо здорово коптит а потом уже через час переведу на 120 кстати это касается практически всех пеллетный гриле то есть если например вы будете готовить на смог файре на выборовском то там тоже самое там сначала нужно будет установить режим смог буст то есть это тоже где-то там в районе в среднем 80 градусов и подержать их час в этом режиме а потом уже перевести на 120 градусов значит если вы будете готовить на угольном гриле на коптильне или на грилях типа команда то там соответственно сразу выводите гриль в режим лоун слоу то есть 120 градусов и после этого уже закладываем щепу дрова ну ты соответственно ребрышки кстати я дам ссылочки по приготовлению на этих грилях в описании к этому видео посмотрите все будет понятно мне тут ребят за кадром спрашивают пока он греется тут такая дымовуха почему ты сразу ребра там в гриле не засунул на самом деле действительно можно это сделать но как в процессе рожи когда он разжигается дым идет такой прямо очень очень мощный белый тут сейчас вот если постоять тут почти будет прям дым очень сильный ну вот и это может дать такую определенную горчинку мы же не хотим перекоптить ребра поэтому сделаем все по учебнику ребят на самом деле прошло где-то минутным 12 всего вот он уже нагрелся видите на экране 66 градусов на что это значит это значит что он вышел на стартовую температуру то есть теперь можно устанавливать ту температуру которую вы захотите но я это сделаю сейчас через приложение можно делать кнопками на передней панели вот этим повышать понижать теперь устанавливаем температуру 80 градусов сейчас он нагреет стоят температуры пока он нагреется до 80 это очень быстро произойдет поэтому я уже пошел за ребрышками вот они замечательные ребрышки пока я ходил он живет 80 нагрелся кстати хочу чтобы вы заметили с каким звуком он нормально работает вот этот час примерно нормальная такая вот работа то есть очень очень тихо его практически не слышно все закладываем ребрышки кстати эти подставки наши фирменные они идеально входят в гриль до ровно две штуки выкладываем ребрышки они стали влажные прям как надо смотреть хотя конечно если в холодильнике мариновать то они будут сильно лучше ну а теперь закрываем крышку и совсем ничего делать больше не надо сейчас мы их просто будем коптить на 80 градусов в течение одного часа вот ну а затем как я уже сказал переведем на 120 будем готовить дальше вот ребят прошло ровно 60 минут кстати тут уже такие ароматы идут вовсю можно переключаться на следующий этап но прежде чем мы переключимся на 120 градусов давайте посмотрим что у нас с ребрышками вот а чтобы не терять температуру на улице холодно крышку открывать не будем посмотрим через окошко но все с ними в порядке все хорошо они подкоптились теперь просто переключаемся на 120 градусов вот у нас целевая температура 120 градусов вот текущая температура вы сейчас он начинает нагрев кстати когда начинает нагрев может быть небольшой такой падение температуры потому что вентилятор включается резко и подает прохладный воздух достаточно мощный объем прохладного воздуха поступает гриль поэтому может быть какое-то кратковременное снижение температуры кстати еще раз напоминаю если вы будете готовить этот рецепт не на пилетном гриле а например на угольном или в коптильне то вам нужно все время поддерживать режим 120 градусов просто в первые где-то минут 30-40 нужно будет подкоптить ребрышки то есть соответственно бросить щепу или дрова на уголь для того чтобы они закоптились вообще в целом продолжительность приготовления этих ребер на составляет от 4 до 5 6 часов от чего это зависит это зависит от того какие у вас ребрышки но увидели что у меня ребрышки достаточно такие тоненькие да то есть они соответственно готовится гораздо быстрее я думаю когда за четыре часа они приготовятся ориентиром можно считать внутреннюю температуру когда пройдет 4 часа я замерю внутреннюю температуру ребер если работ составлять больше 90 градусов там 90 и выше все они будут готовы их можно будет снимать я вам напоминаю что на втором этапе нам нужно ребрышки спрыскивать каждый где-то минут 40 60 чтобы они вас не подсыхали поэтому сейчас разберемся пульверизатором сначала наливаю уксус 100 миллилитров и добавляю сюда столько же воды то есть один к одному разбавляю уксус для справки уксус яблочный я использую традиционно он 5 процентный можно 6 процент на используя точно 120 уже и можно спрыснуть ребрышки первый раз спрыскивать нужно так чтобы они стали такими слегка влажными заливать не нужно конечно все вот теперь закрываем крышку и готовим соответственно три часа но каждые 40 60 минут ходим и сбрызгиваем с эти пилетные гриле отличаются тем что они коптят вот в режиме low and slow где-то на 110 120 градусах голубым дымком вот тем самым знаменитым которым знаменитая все пилетные смотря в этом смысле они очень похожи вот я не знаю сейчас видно на камеру или нет идет такой легкий легкий дымочек то есть у нас копчение не прекращается в течение всего процесса прошло ребят на самом деле чуть больше трех часов 3 часа 20 минут я там задержался но все они уже готовы давайте посмотрим хотя кстати можно заглянуть через окошко на них посмотреть как они аппетитно выглядят но сначала замерим внутреннюю температуру посмотрим о какая красота внутренние у нас получается 84 85 надо 85 я вам говорил что лучше всего ребра довести до 90 градусов на самом деле если сильно проголодались то можно снимать диапазоне от 80 90 спокойно они уже готовы они очень вкусные вот у меня как раз сегодня такой случай у нас довольно напряженный график и съемки и все остальное поэтому давайте их уже снимать и посмотрим какие они на вкус и на вид ну все снимаем и заносим красотище очень ароматно богата как а просто посмотрите как богата шикарные ребрышки и скорее в дом а то на холоде остывает но от ребята рассмотрите их при свете мне чем нравятся ребрышки мемфис тем что вот эта пряная смесь она дает не только вот вкус да она дает еще потрясающий вид потому что такое когда подаешь на стол да вот так она выглядит посмотрите как это просто вообще сказка пряная смесь дает легкую текстуру по корочке то есть она такая получается хрустящая не знаю слышно не слышно такая карамелизованная получается корочка очень вкусная мне режиссер говорит что ребрышки выглядят черноватыми но давайте я вам покажу настоящий свет у нас тут со свет не очень вот посмотрите как они выглядят на самом деле ничего тут черного нет они очень аппетитные очень такие прям коричневые глубокий махагон такой получается нарезаем кстати нарезать их я вам говорил да что их еще посыпают пряной смесью сверху если остатки какие-то остались ну и либо можно специально оставить вот так я еще люблю делать вот так просто насыпьте и уже на ней резать с обратной стороны не с лицевой а с обратной аккуратно кстати это лучше всего делать ножом для хлеба потому что тогда они разрежутся корочка у них плотная и будут выглядеть очень красиво и подавать конечно же нужно уже в нарезанную я думаю вы заметили да вы уже видите что они очень мягкие прямо видно по ходу ножа как они мягко режется на просто посмотрите какая красота мягкие сочные традиционная проба шевская кстати вот блестит видно очень хорошо насчет сочности вообще им нужно дать постоять хотя бы минут десять-пятнадцать чтобы они немножко подостыли но поскольку тороплюсь давайте так будем пробовать покажу смотрите ведь они идеально отходят от косточки ничего не остается это правда эти ребрышки никакие не соусы ничего не нужно пряная смесь потрясающая она ароматная она дает такой знаете взрыв прям буквально вкусовых ощущений не передать вот это вот именно этим они и знамениты простите за такой натурализм но специально покажу что они приготовились вот ведь как все отошло от косточки то есть она практически чисто здесь сверху немножко где поджарилась вот а так вот ведь все абсолютно чистое ну и сочность прям вообще такое ощущение что ребра с каким-то бульоном ешь вот сейчас вы посмотрели на ребрышки на кондицию которая достигается при 85 градусах мне чуть больше нравится когда доводят до 90 но при 90 градусов они будут суши имейте это в виду я просто очень люблю когда значит там 90 они будут совсем так распадаться практически на волокна похоже чем-то нарванную свинину вот ну и цвет будет глубже немножко поэтому выбирайте так как вам нравится кстати можете попробовать можете например половину ребрышек снять на 85 градусах и подавать на стол а остальные пускай доходит до 90 сегодня ребята я вам показал не только ребрышки memphis замечательный рецепт еще и показал как работает пилетник самое конечно потрясающее это то что можно вот так вот сразу за один раз приготовить семь с половиной килограммов в ребрышек накормить на очень большую компанию ну что считайте там пол ребра это одна порция хотя я знаю некоторые из вас могут и два ребра заточить без проблем нет за кадром спрашивают можно ли на угольном гриле приготовить такое количество но смотрите на 57 сантиметров если вы используете подставку то можно поставить в саму подставку 5 ребер еще можно положить сверху 2 то есть у вас как бы 10 конечно не получится но 7 можно приготовить прям буквально вот 5 ребер поставили в подставку а сверху плашмя положили две штуки еще вот так можно приготовить что ну и вы понимаете что на пилетнике тоже можно ребра сверху положить тогда их будет не 10 а 14 на этом все вы сегодня посмотрели как можно обслужить большую вечеринку с помощью 10 свиных ребрышек вот обязательно попробуйте этот рецепт ребят потому что действительно пряная смесь потрясающе если вам это понравится вы можете кстати и готовить заранее то есть например приготовить сразу там много там и держать ее в сухом месте там до 3-4 месяцев ничего и не будет потом когда нужно ребрышки приготовить достали посыпали и вперед и поехали ну и рецепт очень простой в общем до следующих выпусков всем вам пока и ароматного барбекю пойдем покажу сколько там пилет на самом деле тут очень сложно оценить потому что он почти полный час и фонарик возьму какой-нибудь кстати да не подожди еще фишка тут же в приложении есть фонарик это очень удобно нажимаешь мам и он не горит он загорелся вот смотри расход у него на лоун слоу порядка 400 500 грамм в час то есть вот в таком режиме на самом деле очень очень мало вот этого к 1 полностью загруженного бункера хватило бы на 16 часов работы не это зачем на джеймджи у него очень удобная эта функция с отсекателем отсекатель положение отсекателя можно регулировать прямо здесь вот этот рычажок вот он вот если ты можешь выдвинуть выдвигаешь сюда у тебя жар идет в ту сторону вот выдвигаешь наоборот тебя жар идет в эту сторону и достаточно там например замерил скажем у тебя лежит много продуктов замерил с этой стороны замерил с этой стороны если вдруг где-то жар неровно это можно отсекателем поправить кстати это удобнее даже не в этом случае это удобнее например это что-то разное готовишь скажем тебя справа лежит лежат две курицы а слева у тебя лежит там рост да там не знаю трой тип и ты можешь просто регулируя отсекатель задавать ну можно сказать корректировать температурный режим там не нужно побольше там не нужно поменьше да он дает на самом деле много всяких преимуществ прям солнца секrez Bloom Torek по 940 ну г